МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В процессе работы, рабочий день у нас по 8 часов, у кого-то и больше, очень сильно при письме и печатании напрягаются предплечье. Вы можете это сильно не замечать, но со временем это напряжение копится и появляется отечность на предплечьях. Что мы с вами можем для этого сделать? Ну, предварительно, конечно же, оставить в стороне ручку и телефон, клавиатуру и приступить к работе. Работать можно сидя, сидя на стуле, сидя на полу. Выберите позицию, которая вам удобна, можно даже стоя. Мы с вами берем руки в замок и начинаем работать. Обращаем замок к себе, продавливая пальцы аккуратно, и от себя. К себе, от себя, к себе, от себя. Работаем в таких 20 повторений. Каждое движение считаем. Старайтесь, чтобы не поднимались плечи. Контролируйте, чтобы верхняя порция трапеции не поднималась. Да, все время шея длинная. Стараемся вытянуться через макушку наверх. Отлично. Следующее, что мы с вами сделаем, это разомнем предплечье. Зона от локтя до запястья. А сейчас мы будем такими круговыми массирующими движениями мобилизировать мягкие ткани и заставлять хорошенько двигаться там кровь и лимфатическую жидкость. Мы с вами берем руку, второй рукой начинаем работать, обхватываем по предплечью и начинаем смещать мягкие ткани вокруг костей. Такая крапива, но щадящая, без мазохизма, очень осторожно. При этом мы смещаемся от запястья по направлению к локтю и обратно. На мне сейчас толстовка, она мне не позволяет сделать все в полную мощь, но вам лучше, конечно, освободить предплечье от одежды, чтобы хорошенько, эффективно поработать. Работаем таких 3-4 прохода, вы можете почувствовать где-то напряжение, это нормально, можно даже остановиться там, где есть боль или неприятные ощущения. Работаем по правой руке, по левой. Переходим к зоне плеча, плечевая кость от локтя до плечевого сустава. Все то же самое делаем, но теперь мы с вами смещаем мягкие ткани в зоне плечевой кости, это бицепс и трицепс в основном, да, то, с чем мы с вами чаще всего сталкиваемся. Все то же самое, начинаем хорошенько смещать мягкие ткани, как бы вращать их вокруг кости. Все так же по ощущениям, смотрите, раз 10 сделать смело можно. И начинаем теперь хорошенечко гладить себя от запястья до плеча, позволяя хорошенечко пройти жидкости, крови и лимфатической жидкости до лимфатического коллектора. И еще одно небольшое упражнение – расслабление грудных мышц. Берем сегмент выше молочных желез, если мы говорим о женщинах, да, вот эту часть, где плечо, над плечи, и начинаем костяшками проминать по диагонали костяшками в ваши мягкие ткани, большие грудные мышцы. Хорошенечко проходим. Направление вверх, диагонально выше, ниже. Выбирайте направление, которое нам нужно. Если нашли зону, где больно, особенно больно, там можно остановиться и промассировать несколько раз более интенсивно. Сделали с одной руки, сделали с другой руки. Можно даже немножко стряхнуть руки и почувствовать разницу, когда снова приступите к работе. Если вы находитесь в условиях дома и у вас есть возможность опуститься на пол, то с вами мы сейчас займем позицию на четвереньках. Встаем боком, ладонями вперед, но пока мы с вами оставляем на полу только пальцы. Вот такая позиция. Старайтесь, чтобы спина была ровной, не прогибайте поясницу, верните ее в нейтраль, продолжайте макушкой вытягиваться вдаль и сохранять нейтральную позицию, в том числе и в шейном отделе. Начинаем толкать таз назад, растягивая руки по передней поверхности и возвращаемся. На вдох толкнуться назад, на выдох вернуться. Возможно, здесь каких-то выраженных ощущений не будет, ничего страшного. Мы просто с вами мягко подбираемся к зоне, которую мы сейчас будем растягивать. Где-то около 10 повторений смело можно сделать. Чувствуйте опору между руками и ногами, в частности коленями, для того, чтобы сильно не травмировать непривыкшие суставы кисти. И следом мы с вами опускаемся уже на ладони, здесь осторожно. Желательно обратить ладони пальцами к себе, но здесь ориентируйтесь на ваши ощущения, если где-то мобильность суставов не позволяет, ничего страшного. И начинаем делать все то же самое, сохраняя ладонь на полу целиком. Оттянуться и вернуться. Вдох, выдох. Никаких прогибов в пояснице нет, вы лишь смещаете корпус назад и вперед. И еще разок. Есть. До новых встреч, друзья! Спасибо, что были с нами. Видео можно посмотреть на сайте Астрахань24 и в инстаграме нашего клуба Рауфитнес. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok